бхакти искусство вечной любви в этой лекции шарила прабхупада объясняет как пробудить нашу дремлющую любовь к высшему объекту любви январь 1973 года бэмбей потребность любить заложено в каждом это основной закон жизни невозможно жить никого не любя эта потребность присутствует в каждом живом существе потребности любить есть даже у тигра по крайней мере в дремлющем состоянии не говоря уже о людях единственное чего нам недостает это знание о том на кого направить свою любовь чтобы все стали счастливы нектар преданности предисловие пытаясь найти совершенный объект любви люди приходят к разочарованию мы можем любить брата и сестру мать и отца жену или мужа друзей общество нацию международное сообщество или даже все человечество но наша любовь все равно останется несовершенной причина заключается в том что все эти виды любви не являются всеобъемлющими к примеру в любой стране гражданами являются только люди а животные таковыми не считаются однако слова гражданин относится к любому кто родился в этой стране санскритский эквивалент этого слова праджа что означает тот кто родился обязанность правителя страны защищать всех праджей населяющих государства а не только людей но сегодня животных коров свиней цыплят и так далее которые тоже являются праджами отправляют на бойню однако развив в себе сознание кришны человек начинает испытывать любовь ко всем живым существам поскольку все они связаны с кришной кришна говорит сарва йонишу каунтея муртаях самбавантия материальная природа мать всех форм жизни а я отец дающий семя боговад гита 14.4 настоящее равенство и братство настанут тогда когда мы увидим равенство всех живых существ как детей бога человека обладающего таким видением называют пандитом мудрецом пандит никогда не скажет только мой отец и брат хорошие люди а все остальные плохие это сектантство в наши дни правители являются глупцами и негодяями поскольку все они рассуждают как сектанты я хороший человек мой брат хороший человек мой отец хороший человек мои соотечественники хорошие люди а все остальные плохие в этом суть национализма преданный кришны смотрит на вещи иначе он не хочет убивать даже муравья давным-давно жил охотник по именем ригари который не убивал животных сразу а пронзал их стрелами чтобы они умирали в долгих мучениях но повстречав великого мудреца народу он стал преданным кришны и после этого не смог наступить даже на муравья вайшнав преданный кришны не проводит различий между живыми существами как и господь он является другом каждого подобно тому как господь не сходит в этот мир чтобы вернуть все падшие души домой к богу его представитель преданный также стремится помочь каждому вернуться домой к богу он старается помочь даже животным однажды когда группа преданных чайтаньи махапрабу ушла в джаганатхапури за ними увязался пес и благодаря общению с преданными этот пес также получил освобождение у нас есть склонность любить но мы не знаем как сделать нашу любовь совершенной это совершенство достигается тогда когда мы развиваем любовь к кришне сейчас в старости я путешествую по всему миру и учу тому что каждый может стать счастливым практикуя сознание кришны я люблю не только своих соотечественников индейцев или бенгальцев я люблю всех даже животных но поскольку только люди могут понять философию сознания кришны я встречаюсь с людьми однако когда представляется такая возможность я защищаю из животных я кормлю их просадам пищей предложенной кришне я даже не возражаю если они иногда подходят и слушают животные тоже иногда слушают о сознании кришны слушать может каждый и все же сознание кришны главным образом предназначена для людей человек прошедший подготовку в сознании кришны может понять что кришна присутствует повсюду животное понятие не имеет кто такой кришна но человек пообщавшись с преданными может понять я знаю что вкус воды которую я пью это кришна и свет солнца и луны это тоже кришна поскольку он утверждает это в бхагавадгите 7.8 раз ухама псу каунте я прабхазми шаши сурья йох таким образом человек сразу вспоминает о кришне и это означает что он общается с ним когда вы слышите о кришне вы общаетесь с кришной когда вы поете о кришне вы общаетесь с кришной когда вы вспоминаете о кришне вы тоже общаетесь с ним совершенная любовь к богу уже присутствует в каждом Господь Чайтанья сказал «Нитья-ситха-кришна-према-садхья-капху-найя, шрава-нади-шудха-читте-кара-еудайя». Чистая любовь к Кришне вечно живет в сердцах всех живых существ, она не приходит извне. Когда в процессе слушания и повторения имен Кришны и повествования Кришны сердце очищается, в нем естественным образом пробуждается эта чистая любовь. Чайтанья-чаритамрита-матхья-лила, 22.107 Золотой самородок является золотом, даже если он покрыт грязью. Его нужно просто очистить, и тогда он превратится в чистое золото. Точно так же каждое живое существо обладает сознанием Кришны. Но из-за контакта с материей люди думают, будто они отделены от Кришны. Поскольку живое существо – частица Кришны, оно в ничтожной степени обладает его качествами, подобно тому, как золотая песчинка обладает теми же качествами, что и огромное месторождение золота, или подобно капле морской воды, в которой присутствуют те же химические вещества, что и в огромном океане. Разница между нами и Кришной в том, что он – великое безграничное духовное существо, а мы – бесконечно малые частицы духа. Из-за нашего общения с Майей, материальной энергией, мы забыли Кришну. И это забвение проявляется в нашем желании наслаждаться материальным миром. Каждый старается испытать в этом мире как можно больше наслаждений. Только те, кто развил в себе сознание Кришны, не пытаются наслаждаться этим миром, но стремятся использовать материальный мир для служения Кришне. В этом разница. Например, мы питаемся просадом – пищей, предложенной Кришне. Все что-то едят, и мы тоже едим. Но мы не едим сразу же, как только пища была приготовлена. Когда мы что-то готовим, сначала мы предлагаем это Кришне. Мы не способны производить на заводах рис, бобовые, муку, фрукты и молоко. Все это нам дает Кришна. Поэтому мы должны признать – эту пищу дал нам Кришна. И раз она принадлежит Кришне, сначала я должен предложить ее Ему. Потом я смогу принять ее остатки, как просад. Это способен делать каждый. Но люди не хотят предлагать пищу Богу. Они хотят услаждать свой язык. Однако в Бхагавадгите Кришна запрещает это. Тот, кто готовит для себя, вкушает лишь грех. Как человек может быть счастливым, если он питается одним грехом? Ему придется страдать. Поэтому преданный готовит только для Кришны. Непреданный думает – посмотрите, вот мясо, хлеб и вино. Сейчас я все это съем. Но поскольку ест он лишь один грех, ему придется страдать. Без сознания Кришны все обречены на страдания. Таков закон природы. Кришна говорит в Бхагавадгите. Самостоятельно ты не сможешь избавиться от страданий, причиняемых материальной природой. Если ты вручишь себя мне, ты обретешь счастье и освободишься от страданий. Это единственная возможность. Итак, у нас есть потребность любить. Но мы не знаем, как любить, не знаем, на кого направить любовь, чтобы и мы, и все остальные были счастливы. Правильный объект любви указан в Шримад-бхагаватам. 4.31.14 Поливая водой корень дерева, вы снабжаете энергией ствол, ветви, листья, побеги, фрукты и цветы. А отправляя в желудок пищу, питаете все тело. Точно так же, если вы любите Кришну, все живые существа испытывают удовлетворение. Кришна – корень всего сущего. Ахам-сарвасия-прабхавах, джанмадья-ся-я-тах. Но мы не поливаем корень, а вместо этого льем воду на листья и ветви. И несмотря на это, листья и ветви засыхают, а мы расстраиваемся. Иными словами, так называемая гуманитарная помощь и социальное обеспечение, никак не связанные с сознанием Кришны, подобны поливу листьев и ветвей вместо корня. Это бесполезный труд. Шрама эвахи кевалам. Вы можете любыми способами с любовью служить обществу, государству, народу. Но делать это нужно в сознании Кришны, для его удовольствия. Тогда ваше любовное служение станет совершенным. Иначе оно так и останется несовершенным. Ни вы, ни те, кому вы служите, не будут счастливы. Итак, наша способность любить друг друга не будет реализована до конца, пока мы не узнаем, кто является высшим объектом любви. Высший объект любви – это Кришна, верховная личность. Он самый красивый, самый богатый, самый знаменитый, самый мудрый, самый могущественный и самый бесстрастный. Он превосходит всех остальных во всех отношениях. Если у человека есть хотя бы какие-то из этих шести достояний, он вызывает у нас симпатию. Например, если человек очень богатый и щедрый, его все любят. А теперь только представьте себе, насколько богат и щедр Кришна. Каждый день он кормит миллионы живых существ. Мы гордимся, если нам удается накормить сто, двести, пятьсот или тысячу человек. Но в мире миллионы и миллиарды животных, и Кришна обеспечивает пищей их всех. На самом деле никакой проблемы нехватки продовольствия не существует. Иногда люди голодают, но причина заключается в неправильном использовании ими своего развитого сознания, из-за чего они и оказываются в трудной ситуации. Если они примут сознание Кришны, все проблемы исчезнут. Миссия движения сознания Кришны – учить людей любви к Кришне, ибо только это способно принести им полное удовлетворение. В Шримад Бхагаватам 1.2.6 сказано Высшей обязанностью для всех людей является та деятельность, которая приводит их к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворять душу, это служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Миссия движения сознания Кришны состоит в том, чтобы учить этой истине. Если люди поймут это, все их проблемы будут решены, и они обретут счастье. Большое спасибо!